С ним сталкивался любой, кто хотя бы раз делал ремонт. Он почти полностью вытеснил обычные гвозди. Речь о саморезе, самом распространённом крепёжном элементе. Но как из огромного ассортимента выбрать подходящий? Начнём с того, что самые прочные саморезы делают из нержавеющей стали. А чаще всего в продаже встречаются из углеродистой стали. Латунные отличаются высокой прочностью, но подходят только для дерева. Для защиты от ржавчины на саморезы из углеродистой стали наносят покрытие, которое меняет его цвет. Саморезы чёрные, либо с жёлтым покрытием, либо с белым покрытием. Здесь уже идёт, есть достаточный минимум, допустим, гипсокартонная система. Там всегда сухо, можно вообще без цинкового покрытия. Там используются чёрные саморезы, они более дешёвые. Более надёжные, более крепкие, это уже жёлтые саморезы. Чёрные, блестящие, фосфатированные саморезы можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Но они не подходят для наружных работ. А вот стальные, оцинкованные, можно использовать в любых условиях. Они отличаются по шагу резьбы, но это уже конструктивно. То есть надо выяснить, какой материал мы будем соединять. Либо дерево, либо металл, либо гипсокартон. Материал, который мы крепим, саморез должен быть в два раза длиннее, чем этот материал, как для него. Головка самореза может иметь различную форму. Потайная подходит для крепления изделий из дерева, гипсокартона и других мягких материалов. При закручивании скрывается в материале. Полупотайная нужна для крепления материалов из древесины твёрдых пород, когда нет необходимости скрывать шуруп ниже поверхности. Выступающая хороша для изделий из металлов и других твёрдых материалов. Она может быть с пресс-шайбой, а также шестигранная. Последняя обеспечивает наиболее прочное соединение. Обычно её используют для крепления кровельных материалов. Саморезы ещё отличаются под крестовидную биду, так, либо под прямую биду. Там есть, да, разные типы. Поэтому здесь важно, чтобы было наличие у вас соответствующего инструмента для монтирования самореза. Что касается толщины самореза, то здесь необходимо рассчитывать, какую нагрузку будут нести скрепляемые детали качественных покупок.